Немножко поговорим сегодня про диджериду. Я покажу некоторые основы. Люди покупают диджериду или где-то встречаются с ними и только-только начинают. Как раз, наверное, больше видео для начинающих, ну, может быть, и продолжающих. Сначала скажу первые слова. Это об инструменте. Я когда-то покупал в 2008 году свой первый барабан джембо. И не джембо, а дарбуку. И мне сказали, бери такую, от которой тебе будет прям восторг. Чтобы хотелось играть на инструменте, инструмент должен нравиться. Прям тянуть к себе должен. Вот. Поэтому это касается всех инструментов диджериду. Не исключение. Вот. Берите такой дидж, какой вам прям понравится. Просто где-то встретите, увидите и попробуйте. Вот. Берите вот так, чтобы он не пылился у вас в кладовке или не стоял в углу, да, где-нибудь совершенно ненужный. Вот. А так, чтобы вы на нем играли. Для начала, то есть уже у вас есть инструмент, есть на чем играть. Потому что, когда инструмента нет, можно только вот так вот отходить и делать. Вот. Но это могут как бы все, даже дети. Вот. То есть считаем, что инструмент у вас есть. Вы его берете. И для того, чтобы начать на нем играть, как раз нужно продышаться. Вот. Можно прямо на нем уже сразу же, да. И как бы через какое-то время вы продышитесь и все пойдет уже хорошо. Можно, не играя на нем, натренировать чуть-чуть свой артикуляционный аппарат губы. А вот. Это важно, потому что иногда вы берете инструмент, например, после еды плохо так губы шевелятся. Или просто вы с мороза пришли, или вы встали. И вы думаете, что тут вообще не идет, не играется, или я не могу. Вот. А когда чуть-чуть уже губы повибрируют, вы подышите. А если вы уже начали циркулярку осваивать, циркулярное дыхание, то хорошо сидеть прямо. Но об этом я уже попозже расскажу. Вот. Потому что легкие будут очень быстро наполняться. Вот. Итак. С губами немножечко мы позанимались, да. Они у нас разогрелись. И берем наш любимый, наилюбимейший, наипрекраснейший инструмент. Ставить нужно, многие спрашивают, так, 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 прямо. Я начинал прямо, у меня плохо получалось, у кого-то хорошо. Вот. Каждый ищет сам. У меня получается чуть-чуть вбок, я правыми, скажем так, частями, да, верхние и нижние губы играю. Нужно плотно прижимать к мундштуку губы. Так, вот он, мундштук у нас. Вот. Ну, не слишком плотно, но нужно, чтобы воздух не заходил. Кстати говоря, уши, борода часто мешают этому, потому что воздух просачивается сквозь вот этот лес растительный. И отрицательно влияет на звук. И начинаем пробовать. То, что у вас получается, вы почувствуете по тому, как пойдет звук и как вибрировать инструмент начнет. Если слишком сильно сжать губы, получится звук такой, как на саксофоне играет. Это не скажет, что неправильно, но это не то. Не основной. Основной звук, он требежащий, да, губы расслабленные. Мы не со всей силы туда дуем, а спокойно. Стараемся как раз таки дольше выдувать. Можно, когда начнет получаться уже первый звук, да, можно туда его разнообразить. То есть, например, какие-то звуки добавлять. Гласные. А, О, У, И. Вот, О, например. У, А. И. Менять можно. У, А, У, И. Такая очень медитативная игра получается. Вот. В диджериду, кроме основной ноты, которую он дает при вибрации губами, дрон, да, есть обертона или передулы их называют. Вот, они отличаются, чаще всего отличаются от основной ноты. Вот, делаются они с улыбкой. То есть, если мы вот так растянем губы в улыбку и начнем вибрировать, получится более высокий. То есть, более мелкая моторика губ будет делать более мелкую вибрацию и более высокую ноту. То есть, как правило, получается. Потом чуть-чуть сужаем, еще сужаем и совсем сужаем. Как бы мы не произносим, но как бы произносим. Е, Е, А, О, У. Вот, У, она как основной дрон. Е, А, У. Е, А, О, У. Мы их не произносим. Просто они как бы соответствуют этим буквам. Это как бы дальнейшее освоение диджериду. То есть, просто дрон. Дрон там с голосом, да. Вот. И обертона. И. Меняя обертона, мы разукрашиваем нашу игру. Вот. А если еще и голос. Плюс ко всему, у нас есть язык. Это тоже инструмент. Вот. Языком можно приближать язык к губам. Отдалять. Можно самому поискать какие-то звуки. Вот. И можно начать играть в ритм. Да, например. Что-то такое давать, чтобы было более акцентированным. И это будет соответствовать какому-то ритму. Но об этом я чуть попозже расскажу. О ритмах и о циркулярном дыхании. Ну вот пример, да. Основной дрон там. Потом обертона. И получается вот такой уже ритм. Я сейчас делал Яй-яй-яй-яй-яй. То есть как бы языком я Вот такие движения делаю. Они похожи на звуки Яй-яй-яй-яй-яй. И получается такая ритмическая вибрация. Плюс я в акцент даю больше воздуха. Майщики видно. Яй-яй-яй-яй-яй-яй. На сегодня пока все. Вот про циркулярку и про ритмику. Про игру с ногой или с барабаном. Я попозже выложу что-нибудь. Спасибо всем, кто смотрит. Удачи вам в вашем творчестве. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!